Коммунальная авария. Жители микрорайона кирпичного завода временно остались без водопровода. Квартиры медикам. Администрация города предоставит жилье медицинским работникам. Кунгур гостеприимный. Чем сможет удивить туристов наш город? Два десятка активистов принимают участие во всероссийском конкурсе. В самый морозный день за последние годы произошла коммунальная авария на сетях городского водоканала. В микрорайоне кирпичного завода вода пошла прямо из-под земли. Ручей в морозную ночь сразу привлек внимание. Поэтому сегодня, как только на улице чуть потеплело, аварийная бригада приступила к устранению аварии. Перед этим водоканал перекрыл подачу коммунального блага во всем микрорайоне. Однако нештатной ситуации нет. Коммунальные объекты работают без сбоев. Жителям организован подвоз воды по графику. Сильный мороз не позволяет использовать гидравлический инструмент, поэтому раскопки начались в обеденное время. Место аварии установлено. К концу дня коммунальщики планируют восстановить всю систему водоснабжения. Подвоз воды тем временем не прекращается до полного устранения аварии. Автомобиль Нила с прицепом курсирует по микрорайону. Взять питьевую воду сможет каждый желающий. К сожалению, такие случаи приобретают регулярный характер. Износ сетей водопровода немалый. Постепенно предприятия меняют проблемные участки сетей водоснабжения и канализации. Однако случаи с перебоем подачи все же случаются. Жить и работать на благо кунгуряков. В администрации города продолжается программа предоставления жилья для врачей Кунгурской больницы. Начатая в прошлом году с покупки однокомнатной квартиры для семи врачей, программа продолжится и в этом. Представители общественного совета по медицине при участии главного врача городской больницы обсудили варианты и условия, наиболее подходящие запросам к приобретаемому жилью. В первую очередь есть пожелание, чтобы квартиры находились в ближайших к ЦГБ микрорайонах – Железнодорожные, Уральские, Черемушки. Управление жилищной политики города пообещали учесть их. Второй немаловажный фактор – удорожание стоимости жилья. Однокомнатные квартиры в Кунгуре пользуются спросом. И купить жилье сейчас непросто. На 2021 год у нас утвержден новый инвестиционный проект. Он был утвержден 10 сентября 2020 года. Срок его реализации – 2021 год. Изначально в данном проекте предусматривалось также приобретение двух жилых помещений. И предусмотрены были ассигнования в размере 2 миллионов 640 тысяч рублей. Данный инвестиционный проект планировался и рассчитывался в августе 2020 года. За полгода экономическая ситуация очень сильно изменилась. И в январе месяце мы инициировали изменения в этот проект. И абсолютно недавно, 29 января, постановлением администрации в него были внесены изменения, были увеличены ассигнования. Потому что рынок жилья повлек за собой увеличение стоимости квадратного метра. Цены очень сильно выросли. И вот в связи с изменением мы планируем буквально до конца февраля объявить два аукциона на приобретение двух жилых помещений. Общей стоимостью 3 миллиона рублей. Программа предоставления жилья медикам положительно скажется на решении проблемы кадрового дефицита. Стоит отметить, что до прошлого года квартиры медикам не предоставляли очень много лет. Развитие медицины в крае, строительство фельдшерско-акушерских пунктов также нуждается в подкреплении служебным жильем. На сегодня задел на будущее есть. Вадим Кириллов видит варианты решения кадровых проблем с персоналом. С 2021 по 2026 год для трудоустройства в больнице заключены договора на целевое обучение с 65 выпускниками. Информация актуальна на вчерашний день. Ранее я презентовал цифру 70 обучающихся. Возможно, здесь эта цифра уменьшилась за счет того, что кто-то прекратил обучение. Здесь мы не можем отслеживать в онлайн-режиме вот эту информацию. Так вот, в один из годов, в 2023 или 2024 год, в больнице устроится заключены договора на целевое обучение аж с 15 выпускниками. Программа предоставления служебных квартир медикам перейдет и в масштаб Кунгурского муниципального округа. После объединения территории квадратные метры будут предоставлять и сельским врачам. Что касается этого года, если все аукционы завершатся в срок, уже в апреле медработники смогут получить ключи от долгожданных квартир. Пленяет всех кунгур-раздолье, Изгибом берегов крутых, Трудом людей его достойных, Знакомых, близких и родных. Кунгур наш славится делами, Делать им пользу принося. Народа добрыми руками Прославит град Кунгур. Кунгуреки стали участниками второго сезона Масштабного всероссийского профессионального конкурса Мастера гостеприимства. Среди многочисленных заявок со всех регионов нашей необъятной страны Пермский край занял лидирующие позиции, попав в десятку. Из более 300 участников из самых разных уголков Прикамья От нашего города направлено 20 заявок. Цель конкурса – это поиски и поддержка Перспективных и талантливых специалистов, Создание благоприятных условий Для развития гостеприимства Территорий нашей страны. В этом сезоне существенно расширен Пул партнеров и увеличено количество номинаций. На сегодняшний день их 15. А это значит, что в втором сезоне У участников появляется еще больше возможностей Для реализации проектов и самих себя. За спиной участников уже 4 пройденных этапа. Это регистрация, заполнение анкетных данных, Запись видеоприглашения и выбор центра полуфинала. Все они проходят в цифровом формате. Уже в следующую среду конкурсантов ждет Дистанционное онлайн-тестирование. Всех тех, кто успешно пройдет экзамен, Ждет выход в региональный полуфинал конкурса. По словам организаторов, сам финал, Где будут подведены итоги и озвучены имена победителей, Состоится ориентировочно в мае. Победители конкурса получат возможность Пройти обучение в мастерской управления СНШ Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Выиграть гранты на реализацию проектов, Получить призы от партнеров, Пройти стажировку в ведущих компаниях сферы туризма, А также выбрать наставников из числа лидеров отрасли И стать частью профессионального сообщества «Постера гостеприимства». Все в кукур ведут пути, Его краше не найти Для того, кто сердцем любит Для того, кто сердцем любит Все презентационные ролики участников Доступны в социальных сетях и портале YouTube В свободном доступе. И они уже привлекают внимание. Быть может, в этом году наш город Станет поистине гостеприимным Для большего количества туристов. 12 февраля в Кунгуре облачно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 27, днем минус 13. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Ветер восточный 3 м в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова